Привет, друзья! Продолжаем наше увлекательное погружение в бесконечный мир психологии. И наша сегодняшняя тема раздражение. Каков его механизм? Как оно появляется? Как оно накапливается? Как оно действует в отношениях с людьми? И хорошая новость заключается в том, что у меня теперь есть флипчарт. Я могу все нормально рисовать, показывать, чтобы облегчить ваше восприятие. Надеюсь, это вам поможет. Так вот, значит, приступая к теме, наверное, вы слышали выражение, что у кого-то переполнена чаша терпения. Наверное, часто слышали. Это как раз очень меткое выражение, которое свидетельствует о том, что интуитивно люди чувствуют, как устроен механизм раздражения. Просто не могут подробно точно объяснить, потому что не учились на таких специальностях. И сейчас я вам все это нарисую и объясню. Но прежде нужно вспомнить вот что. В одном из давних своих видео я объяснял, как работает поведение человека в разных условиях. И как нужно оценивать человека, какова его натура. Как правильно оценить, какой вообще человек перед вами. С кем вы общаетесь. Я объяснял примерно так. Так, тогда я не рисовал, сейчас нарисую. Вот у нас есть какой-то график колебаний, подобный синусоиде. У него есть какие-то пики. Есть верхний пик, нижний пик, есть какая-то середина, да, там ноль какой-то условный. Так вот, если представить себе вот этот график, что это поведение человека в разных обстоятельствах, то вот здесь внизу, да, какой-то минус, это отрицательное поведение человека. Вот это плюс, это положительное поведение. И оно тоже бывает разным по силе. То есть, если человека сильно довести, вот сильно довести, 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 то получается на своем самом нижнем пике он может даже убивать кого-то. Ну, знаете, человек сорвался, вот как, может, вы слышали про какие-то бытовые преступления, где человека довели, он сорвался и кого-то убил. И, получается, ну, на меньших каких-то стадиях угнетения, какого-то раздражения, какого-то гнева, человек может, ну, просто какие-то плохие поступки делать, но не такие тяжкие, не такие страшные, да. Есть же другая форма воздействия на человека. Наоборот, когда его поощряют, одобряют и вдохновляют. И если человек, ну, допустим, должен защищать свою родину на войне, и сложилась такая ситуация, что вот нужно совершить какой-то подвиг, и он даже знает, что он умрет, но вот прямо он свершит что-то великое, и все от него этого ждут, и он знает, что его имя будет увековечено, и что его потомки всегда будут им гордиться, и что он будет во всех газетах, то человек идет прямо на самопожертвование. Ну, только, там, не придирайтесь, пожалуйста, к словам. Я не имею в виду, что только из каких-то эгоистических таких мотивов человек это делает. То есть кто-то просто патриот своей страны, да. Но я имею в виду, что в целом при каком-то вот коллективном одобрении человек может совершить поступки такие очень выдающиеся, необычные для себя. Это будет некий вот такой тоже пик. А вот норма человека, то, кем он является сам по себе, это как раз вот эта серединка. И достигается она когда? Когда человека и не угнетают, не раздражают, не бесят, и не поощряют, не вдохновляют специально. И тоже не просто его там помещают в какую-то квадратную камеру без ничего, а важно еще, чтобы человек находился в норме, чтобы узнать, какой он настоящий на самом деле. Нужно дать ему все, чего он хочет. Ну не прямо-прямо сказочные мечты какие-то. Ну в идеале можно и сказочные мечты. Ну хотя бы по минимуму. То есть человек хочет тепла, уюта, комфорта, любимую женщину, там, ну какое-то количество денег, какую-то стабильность, там еще что-то. Вот даете ему это все, и тогда у человека нет тревог, нет страхов. Он начинает вести себя так, какой он на самом деле. Один после этого все равно пойдет воровать и убивать, потому что, ну мало ли какая-то, ну сложился человек такой, вырос в такой среде. Он хищник, он не может по-другому. А кто-то начнет унывать, там, чувствовать себя угнетенным, не знать, зачем он живет и так далее. Так вот, ребят, как, получается, от нормы мы переходим вот сюда, вот к раздражению. Рисуем эту самую чашу терпения. В каждом из нас, условно говоря, есть такой вот сосуд. Вот какая-то там чаша-не чаша, стакан, банка, да, как угодно называйте. И когда она полностью пустая, в общем, в ней накапливается раздражение. Специальная такая чаша для раздражения. Можно ее назвать так. Чаша раздражения, да, или чаша терпения. Когда она пустая, то человек как раз и находится в той самой норме. Вот почему я это рисовал. То есть вот у нас вот это синусоида, да, вот здесь середина, вот здесь человек находится. Когда мы внизу, то есть когда чаша пустая. Человек находится посередине, и он просто обычный, такой, какой он есть. Ему более-менее комфортно, ему более-менее нормально. Если начать совершать что-то, что человеку не нравится, человека раздражает. Ну, например, живут дома, вот семья. Неважно, там, братья, сестры, там, мать, отец. И кто-то из них, там, допустим, один из сыновей потерял ключи. Естественно, это не нравится родителям. Нужно теперь идти, делать эти ключи. Но они же, ну, в целом в нормальных отношениях находятся. Никто никого не бесил, не раздражал. То есть получается чаша терпения наполняется немножечко, да, или чаша раздражения наполняется немножечко. И как реагирует человек в данном случае. То есть были же нормальные отношения, ну, вот это не нравится. Ну, так просто дают знать человеку. Говорят, что, ну, слушай, ну, что ж ты такое сделал? Ну, надо теперь исправить. Ну, то есть по интонации голосовой дают понять, что вообще-то, конечно, не очень хорошо это. Ну, что поделаешь? Ну, давай теперь что-то делать. Представьте себе, если человек продолжает добавлять раздражающих факторов. Он еще и потерял ключи второй раз, потерял ключи третий раз, потом порвал, там, не знаю, три пары обуви дорогой и, допустим, поцарапал родительскую машину. Раздражение накапливается, накапливается, накапливается. Получается уже приличное такое количество. И человеку говорят уже более таким внушительным голосом, что, слушай, что ты творишь? Ты, ну, как бы очень, ну, очень надоел вот этими своими выходками. Но чаша пока еще заполнена не до конца. И поэтому, чтобы человеку не говорили, это не критично. То есть, ну да, высказывают. И вот этим голосом, вот здесь очень важно понимать, голосовая интонация, которая при этом слышна, она всегда сигнализирует, насколько мало осталось до края. Насколько заполнено. То есть, говорят, слушай, ну ты надоел уже, да? Вот голос вот этот слушает. Вот родитель говорит сыну. И вот слышно, что уже недалеко до края, но пока, в принципе, нормально. И пока еще все уладится. Так вот, когда такое происходит, дальше вот важно, как поведение человека, не знаю уж вы это или вы, или мы обсуждаем другого какого-то, вы себе в голове другого человека представили. Важно, как он ведет себя дальше. Разгружает эту чашу или наполняет. То есть, если вот что-то такое уже произошло, это не критично. Если человек потом начинает хорошие поступки совершать и мало совершать ошибок, то вот это тает, 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 тает. И вот, когда она совсем пустая, все, человеку опять безграничное доверие. Он может совершить какой-то проступок, и это не будет критичным. То есть, будет все нормально. Он будет понят. Это будет замято. Все нормально. Если же человек вот это вот продолжает накапливать, то вот здесь уже будет критическая масса. Если человек продолжает, продолжает и продолжает раздражать, сейчас я пока общие такие вещи говорю, в принципе, вы и сами все это понимаете. Ну, сейчас добавлю потом еще чего-то такого больше, что вы, может быть, не знали. Значит, вот у нас край этой чаши. И когда мы подбираемся уже вот сюда, то наступает взрыв, и наступает такой разрыв нормальных связей, нормального общения. То есть, человеку говорят, да ты что, вообще охренел просто? Да ты вот просто зачем ты это делаешь? Ну, мы не можем тебя терпеть такого. Ты такой никому не нужен. Просто и уже начинается мощный такой эмоциональный выплеск, когда вот это вот накопилось. Это тоже, в принципе, все понятно. Так вот, а как происходит в основном у людей в отношениях-то в итоге? Смотрите, как получается. Здесь нужно нарисовать еще такую штуку. Вы, наверное, все знаете вот этот символ. Как его правильно нарисовать? Вот так, если заштриховать. Вот так. Инь и янь. Да, вот здесь еще кружочек, и вот здесь кружочек. Который символизирует, ну, как это правильно сказать? Диалектику всего окружающего нашего мира. То есть, единство и борьба противоположностей. Что есть свет и тьма. Есть, не знаю, добро и зло. Да? И в данном случае я хочу прийти к такому разделению, которое я часто употребляю в своих видео. Разумное начало в голове у человека и животное начало. Разумное начало, да, это вот именно сознание наше, которое больше оперирует символами, логикой, синтаксис языка понимает и так далее. А животное начало, оно темное, да, оно понимает просто такое, вот что-то вот захапать, там, ага, увидел красивую девушку, там, к ней тянет. Так, вот этот не нравится, ему сразу надо в рожу дать и так далее. То есть, вот эти две формы в нас как бы сосуществуют. Каждая из них обязательно нужна. Без этого полноценного человека не будет. Так вот, ребят, если у человека преобладает разумное начало, светлое, он очень хорошо понимает информацию, которая поступает из окружающего мира. И если у кого-то чаша еще была пуста, и, ну, нечаянно человек совершил какой-то проступок, и немножечко чужую чашу вот этого терпения или раздражения наполнил, получается, ну, немножко на дно бросил, ему говорят, послушай, пожалуйста, дорогой, ты вот сейчас сделал кое-что, и, ну, нам это не нравится, да, ну, не надо, пожалуйста, так делать, иначе это, ну, приведет к дальнейшим конфликтам. Ну, так, просто мы тебе говорим, да, чтобы ты знал. И человек говорит, конечно, конечно, я вас услышал, все, такого не будет, я четко все, я себе отметил, отложил, я не буду такого делать. И больше не делает, и вот это сразу уходит. Что угодно потом еще повторяется, мелкий проступок какой-то, человеку спокойно говорят об этом, что, ну, ничего такого страшного, но мы тебе говорим, все, 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 хорошо. И получается, такой человек, он постоянно, если кого-то напряг немножечко, вот он чуть-чуть наполнил эту чашу терпения кому-то, и все, и сразу назад, немножко наполнил, узнал об этом, и сразу назад. Как происходит у людей, у которых преобладает животное начало? Они воспринимают информацию, ну, то есть, вот именно интеллектуальную такую информацию, осмысленную, какие-то лексические, синтаксические формы, такие люди воспринимают не очень. Вроде бы слышал, но ничего не понял. И когда человек совершает мелкий проступок, ему говорят, слушай, ну, не надо, пожалуйста, так делать, а то, ну, знаешь, как бы, если так все время делать, да, то приведет к непониманию, там, к конфликтам. И происходит моя любимая вещь, которая происходит, ну, просто в 90% случаев, когда общаешься с людьми. Они реагируют ровно так, как будто вы молчали. Вот вы им сказали, послушай, пожалуйста, не надо. Они, как бы, ноль, вообще ноль, просто продолжают это делать. И когда у вас накапливается, 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 и накапливается раздражение, то есть, вот оно уже вот сюда подходит, да, и вот снова, вот полная чаша у вас, вы человеку уже вот такой голосовой интонации говорите, что да сколько можно, да я тебе сколько раз уже говорил, не надо так делать, я не буду этого терпеть, я тебе тоже так сделаю, или там не знаю что, или давай расстанемся, не будем общаться, мне такое не надо. И тогда вот эти люди, у которых преобладает животная часть, они уже воспринимают вот именно образами, эмоциями и ощущениями. Я же постоянно повторяю, что подсознание, оно понимает три языка, эмоции, образы, ощущения. И то есть они, вот как в животном мире, волк волка видит, да, то есть один нормально относится там в стае, можно там подойти, там так обнюхать друг друга подозрительно, ну ладно, иди пока, и ты иди пока. А кто-то на кого-то скалит зубы, да, вот скалит зубы, ага, я понял, все, надо быть настороже, надо бояться. Здесь то же самое. Вы включаете уже такую агрессию, эмоции. Человек видит, что у вас расширены глаза и зрачки, у вас все, дыхание по-другому, вы корпус на него повернули. И чисто по животному человек считывает, что ага, он на меня уже оказывается злой почему-то. То есть вот здесь внизу вас не понимали. Вы говорили нормально, культурно, интеллектуально, да. И у меня много раз были случаи в жизни, когда человеку вот здесь говоришь культурно, потом вот здесь культурно, потом вот здесь культурно. Человек реагирует так, как будто ты молчал. Поднимается, поднимается. И когда вот здесь уже, ну раздражение, дальше некуда, переходишь на крик, человек задает вопрос, почему ты на меня орешь? Ну, то есть вот здесь ему 10 раз или 20 раз сказали культурно, он вообще не отреагировал, да. А когда переходишь на крик, он уже слышит, он реагирует, теперь только. Но спрашивает, да, почему ты орешь? То есть они не понимают вот этого, не видят, к сожалению. Так вот, как происходит у людей в отношениях, зачастую в близких отношениях в итоге? Люди друг друга раздражают, раздражают, раздражают. И когда доходят вот до этого уровня, переходят уже на крик, и тогда только впервые начинают друг друга слышать. Муж кричит на жену, она понимает, что ага, ну вот это все-таки не надо уже делать. И жена, где-то он там что-то не так сделал, она уже кричит на него просто. Ну, когда он ей там цветы на 8 марта даже не купил, она уже просто в слезы и в крик, все, до него тоже тогда, ага, доходит, что вот здесь уже переполняться пошла чаша. И ага, так они оба понимают. И идут, улаживают эту ситуацию, но улаживают ее до какой степени? Чаша вот эта никогда не опустошается до дна. Как я уже сказал, этот человек, который интеллектуально вот развит, тонко все чувствует, воспринимает хорошо информацию, он только-только тенденцию уловил, вот здесь внизу, он сразу-сразу-сразу все назад откатил, чтобы отношения были идеальными. Люди, которые плохо воспринимают, воспринимают только криком, да? Вот получается они, ну, вот давайте отметим, что вот у нас точно вот края чаши, да? Вот так, края. Вот так заполнено, то есть когда было уже вот переполнено, откатили назад, вот до вот этого уровня. И получается, вот столько всегда в чаше есть, и люди ходят стабильно друг на друга, раздраженные на 95%. То есть вот они сосуществуют вроде мирно друг с другом, но так, очень близки к взрыву. И отсюда как раз, вот это важно, получаются такие ситуации, когда человеку, ну, там, сделаешь что-то не так, и он как взорвется, как начнет на тебя орать, как начнет тебя обвинять, как начнет тебя ненавидеть, мстить. А вы спрашиваете, боже, да что я тебе такого сделал? Секрет в том, что у него чаша раздражения, тут уже не суть по вашей конкретно вине, или это вообще у него так раздражение накопилось на весь мир, но у него раздражение вот под потолок забито, и получается любой проступок, который вот немножечко добавляет, это уже предел, уже пик. И все, человек сразу взрывается. Если бы, вот если его умиротворить, дать ему то, что он хочет, чтобы он расслабился, вот у него была бы пустая чаша, ну, вы сделали какой-то проступочек, вот раз, да, немножечко, он бы вам сказал, слушай, ну, ладно, конечно, пускай, ну, вообще, там, если можно, давай так не будем делать, ладно, ну, вот просто можно там, ладно, и вы там, ладно, окей, и все, было бы вот так. То есть, чтобы вы понимали, когда человек вот так взрывается, на маленький проступок, он, в общем-то, не виноват. То есть, это не он чудовище такое. Это вокруг него так сложились обстоятельства, и часто вы будете тоже к этому причастны, что он раздражен, вот практически под потолок. И все, еще капелька раздражения, и он взрывается. Поэтому, тут очень важно, понимаете, когда происходят уже вот такие конфликты, если сразу вы не видите, что раздражает человека, и насколько заполнена его чаша, то важно, когда происходит уже взрыв, важно услышать, что именно не нравится человеку, что, вот, что его напрягало. Ну, ну, даже не знаю, очень много примеров можно привести в семейной жизни, да. Ну, допустим, жена кричит на мужа, что ты всегда, у тебя там одни заначки, там, чтобы выпить, ты минимум там денег даешь в семью, и мы тут живем полу впроголодь, да, а ты все время заначиваешь свои деньги, и потом их пропиваешь. То есть, ну, сколько можно уже терпеть, ну, сколько можно. И тут такое, или будут у вас вот такие отношения, да, или если вы хотите их улучшать, покажите обратную тенденцию. То есть, начните, да, ну, если такие люди есть, начните выделять в семейный бюджет больше денег, чтобы, ага, то есть, жена уже привыкла там, что какая-то есть норма плохая, да, и она все время в раздражении была вот в таком, а теперь, как бы денег больше, она видит отношение какое-то лучшее, и постепенно вот это вот откатывается, откатывается, и вроде как тише, 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 ну, и до конца, конечно, из-за того, что вы в одной, в одном каком-то деле изменились, полностью эта чаша не очистится, но она, допустим, на 60 процентах остановится, и тогда, если вы какой-то проступок совершите, ну, с 60 процентов прыгнет на 80, и, ну, на вас будут раздражены, но это будет вам прощено, не будет там конца эпохи, не будет величайшего скандала, ну, нормально, разберетесь, замнете, постепенно оно пройдет, и опять на 60 процентах, если вы еще в паре вещей, там, пойдете как-то навстречу, то вы вот этот стресс разгрузите, 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 и когда получится вот пустая чаша, то тогда вообще, ну, как бы это идеальные отношения, и, ну, получается, если вы нечаянно что-то сотворите, никогда не будет никаких напрягов и конфликтов, поэтому, ребят, вот самое важное, что вам нужно понять, что зачастую, ну, в основном, когда люди общаются постоянно друг с другом, и в семьях, и особенно в близких отношениях, постоянно, как правило, и у одного партнера, и у другого, вот это заполнено на 95 процентов, и если вы хотите быть хорошим человеком, то желательно вам со своей стороны разузнать, что конкретно не так у вашего партнера, что ваш партнер считает, что вот ему что не нравится, и по возможности, конечно, вот это вот все снизить, и кстати, если, ну, вот среди вас есть пары, которые, там, бывает, назреет какой-то крупный конфликт, но вы можете покопаться в своих отношениях, и каким-то анализом, вот, заняться, можете попросить друг друга, нарисовать вот такой сосуд, и указать, вот, насколько заполнена чаша вот этого терпения, или раздражения, вы увидите, что все будет очень близко к вот этому значению, и тогда можно будет поговорить об этом, разобрать, кто на что раздражен, где у кого что на что накопилось, и так далее, очень полезно, очень так это разрядит обстановку, вот этот уровень, он откатится, так довольно-таки вниз, у вас возникнет такое получшее ощущение взаимопонимания, собственно вот так происходит, вот такой механизм накопления раздражения, его можно как накопить и довести человека, и вообще довести его до безумия, где он будет кричать, ломать предметы, там в истерике бросать их в вас, а можно вот сюда до дна опустить, дав человеку все, что он хочет, и тогда не просто человек удовлетворится, а вы заодно еще и узнаете, какой он на самом деле, если вы, ну это да, вот под занавес, напоследок, нужно дать такую рекомендацию вам, если вы, неважно это уже давний ваш знакомый, или это только вы познакомились с кем-то, если человеку вот максимально расспросить его, чего бы ему хотелось, как бы он хотел, и максимально-максимально вот все-все-все ему дать, чтобы у него вот полностью никакого раздражения не было, вы сразу узнаете, какой он на самом деле, вот сразу, и вам не нужно будет тратить годы, чтобы его узнать, и все, и тогда вы уже сделаете вывод, сам тот человек, он как вообще адекватный, нет, хороший, плохой, надо ли с ним водиться, это очень-очень классный такой лайфхак, надеюсь, это вам помогло, с вами был Торвальд, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова